Здравствуйте! Тема нашего урока – деление. На уроке мы расширим имеющееся знание по теме деления многозначных натуральных чисел. Вспомним понятие делимого, делителя и частного, а также закрепим навыки деления многозначных чисел. Для успешного освоения материала нужно вспомнить таблицу умножения. Для этого решите примеры. 6 умножить на 9 даст число 54. 8 умножить на 7 равно 56. 3 умножить на 8 равно числу 24. Произведение 9 и 4 даст число 36. 5 умножить на 10 равно 50. Произведение 4 и 7 даст число 28. Я уверена, что все вы отлично справились с данным заданием. Теперь мы можем поступать к теме сегодняшнего урока. Действие деления определяют с помощью действия умножения. Например, разделить число 51 на 17 значит найти такое число, которое при умножении на 17 дает число 51. Имеем. 17 умножить на 3 равно 51. Поэтому 51 разделить на 17 равно 3. Таким образом, для натуральных чисел А, В и С равенство А деленное на В равно С верно. Если верно, равенство В умноженное на С равно А. Рассмотрим несколько примеров. 168 разделить на 12 равно 14. Так как 12 умноженное на 14 равно 168. 1197 деленное на 21 равно 57. Так как 21 умноженное на 57 есть число 1197. 898 деленное само на себя равно единице. Так как 898 умноженное на 1 равно число 898. 1204 деленное на единицу будет равно числу 1204. То есть, самому себе. Так как единица умноженная на 1204 равно числу 1204. Ноль деленное на 2111 равно 0. Так как 2111 умноженное на 0 равно 0. Значение выражения 0 деленное на 0 невозможно вычислить. Так как 0 умноженное на любое число равно 0. Отсюда вывод. На 0 делить нельзя. Вспомним, как называются компоненты математического действия деления. В равенстве А деленное на В равно С число А это делимое. Число В делитель. Число С и запись А деленное на В частное. Частное А деленное на В показывает, во сколько раз число А больше числа В или во сколько раз В меньше А. На примерах мы рассмотрели действия с единицей и нулем при делении. Запишем их теперь в виде равенства. Если делитель равен делимому, то число деленное на самому себя равно 1. Если делитель равен единице, то число деленное на единицу равно самому числу. Если делимое равно 0, то частное будет равно 0. И последнее правило. На 0 делить нельзя. Итак, давайте выполним задание номер 1. Заполним таблицу. Найдем неизвестные компоненты деления. При этом будем использовать правила нахождения неизвестного частного, делимого и делителя. А также свойства единицы и нуля пределения. Проверим, что у вас получилось. Вы уже умеете делить уголком многозначные числа на двузначные. Аналогично выполняется деление любых многозначных чисел. Разделим число 244 944 на 324. Выделим из делимого числа, которое при делении на 324 даст нам частным цифру. Такое число это 2449. При делении на 324 мы получим цифру 7. 7 умноженное на 324 даст результате число 2268. Таким образом, остаток от деления будет равен 181. Снесем четверку из делимого. Получаем число 1814. Разделим его на 324. Частным запишем цифру 5. При умножении 5 на 324 получим число 1620. Налдем остаток от деления. Он равен 194. Сносим четверку из делимого. Получаем число 1944. При делении этого числа на 324 в частном запишем цифру 6. При умножении 6 на 324 получим результат число 1944. Таким образом, остаток от деления будет равен 0. Деление закончено. Итак, частным от деления чисел 244.944 и 324 будут являться число 756. Найдем частное в отделении 7.434.190 на 1238. Для этого запишем деление в балкон. Определим делимым число, которое при делении на 1238 даст в частном цифру. Такое число 7434. При делении его на 1238 в частном записываем цифру 6. 6 умноженное на 1238 даст число 7428. Таким образом, остаток от деления будет равен 6. Сносим из делимого единицу. Получаем число 61. Но 61 меньше числа 1238, а значит, мы не сможем его разделить на наш делитель. Поэтому в частном записываем цифру 0 и из делимого сносим следующую цифру, цифру 9. Получаем число 619. Однако оно также меньше 1238. Поэтому в частном снова записываем цифру 0 и из делимого сносим цифру 0. Получаем число 6190. Оно больше нашего делителя, а значит, мы сможем его разделить на 1238. При делении получим цифру 5. 5 умноженное на 1238 даст число 6190. Таким образом, остаток от деления равен 0. И мы получили результат. 6005. Давайте выполним задание номер 2. Выполнить деление многозначных чисел уголком. На следующем слайде вы сможете посмотреть, правильно ли вы выполнили деление. Рассмотрим пример деления чисел, заканчивающихся миллионами. 3 миллиона 180 тысяч делим на 400. Делитель 400 можно записать в виде произведения 4 и 100. Получим 3 миллиона 180 тысяч разделить на 100 и разделить на 4. В делимом 3 миллиона 180 тысяч и делителе 100 отбросим справа, соответственно, два нуля. Получим число 31800, которое будет делиться на 4. Данное выражение можно записать короче. 3 миллиона 180 тысяч разделить на 400 будет равно 31800 деленой на 4. Так как у делимого и делителя мы можем отбросить справа равное количество нулей. Теперь выполним деление уголком и найдем частное отделение 31800 на 4. 31 разделить на 4 даст нам в частном цифру 7. 7 умноженное на 4 равно 28, а значит остаток отделения будет равен 3. 38 разделить на 4 равно 9. 9 умноженное на 4 даст нам 36. Остаток отделения будет равен 2. 20 разделить на 4 равно 5. 5 умноженное на 4 равно 20, а значит остаток отделения будет равен 0. Заметим, что делимом у нас остался 0. Мы записываем этот 0 в частное справа от цифры 5. Таким образом у нас получилось число 7950. Давайте выполним задание номер 3. Выполните деление чисел, заканчивающихся нулями. На следующем слайде вы сможете проверить полученные результаты. Сегодня на уроке мы вспомнили понятие делимого, делителя и частного, а также действие с единицей и нулем при делении. Кроме того, мы закрепили навыки деления многозначных чисел. Перед вами задание для самостоятельной работы. Выполните его. Желаю удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова